Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон присоединился к Трампу на судебном процессе и повторил его заявление о том, что судебная система США была вооружена против Трампа, чтобы подорвать заявку на президентский пост Белый дом. Всем доброе утро. Я позвонил президенту Трампу и сказал ему, что хочу сам быть здесь и кричать о том, что является пародией на правосудие. И я думаю, что все в стране это видят. Президент Трамп, друг, я хотел быть с ним. Я здесь, чтобы поддержать его. Я разговариваю с вами снаружи, потому что суд не позволяет нам говорить внутри здания. Это лишь одна из многих вещей, которые здесь неправильны. Это пятая неделя, в которой находится президент Трамп, суд за этот фиктивный судебный процесс. Они делают это намеренно, чтобы удержать его здесь и не допустить к участию в предвыборной кампании. Я думаю, что все в стране понимают это. Я сам бывший судебный юрист. Мне противно, что здесь происходит, что здесь делается со всей нашей судебной системой правосудия в целом. Люди прямо сейчас теряют веру в нашу страну, в наши институты. Они теряют веру в нашу опору. И причина этого в том, что они видят, что этой системой злоупотребляют, как это происходит здесь, в Нью-Йорке. Факты здесь очень важны. Факты всегда важны в суде, по крайней мере, так должно быть. Действия президента по этому поводу ранее были рассмотрены. Никаких обвинений предъявлено не было. Так к чему же все это? Теперь 8 лет спустя они внезапно воскресили эту штуку. Они вернули его обратно. А почему так? Ну просто помните здравый смысл. Все его видят. Да более очевидно, что до дня выборов осталось 6 месяцев. И в этом причина. Именно поэтому они выдвинули эти обвинения здесь, по всей стране. У нас здесь партийный окружной прокурор-демократ. У нас есть судья-донор Байдена. И у нас есть помощник окружного прокурора, который недавно был высокопоставленным чиновником в Министерстве юстиции Байдена. И совсем недавно получал более 10 миллионов долларов в виде выплат от Национального комитета демократической партии. Главный свидетель здесь Майк Оуэн. Сегодня утром я только что выслушал несколько моментов его показаний. И они согласуются с тем, что он уже давно сделал. Это человек, который явно преследует цель личной мести. И широко известен как лжесвидетель, у которого проблемы с истиной. Он человек, который лжесвидетельствовал и хорошо известен этим. Никто не должен верить ни одному его слову сегодня. Он солгал Конгрессу, он солгал АРС, он солгал представителям федеральных избирательных комиссий. Даже собственный адвокат Коуэна заявил перед большим жюри, что на него нельзя положиться. Таким образом, нет ничего из того, что он представляет здесь, что могло бы иметь какое-либо значение присяжным. И уж тем более этим судьей. Преступление, в котором они обвиняют президента Трампа, это фальсификация деловой документации. Но я думаю, все знают, что он не бухгалтер своей компании. Президент Трамп не виновен в этих обвинениях. И опять же, любой здравомыслящий человек может понять, что здесь происходит среди всей этой ерунды и коррупции. Они наложили нелепый и беспрецедентный приказ о неразглашении информации президенту Трампу. Они игнорируют его конституционное право защищать себя от политической клеветы, исходящей от его самых резких критиков в самый важный момент. Вскоре он официально станет кандидатом от одной из крупнейшей партии нашей страны и баллотирующейся на прост президента. Они взяли его здесь, в этом нелепом судебном преследовании. Дело не в правосудии, а в политике. Все это видят. Президент Трамп лидирует в вопросах колеблющихся штатов. Американский народ видит эти политически мотивированные атаки насквозь. За последние несколько месяцев я побывал в 102 городах и более чем половине штатов. И я могу вам сказать, что независимо от того, где мы находимся по стране, я провожу крупные мероприятия. На них приезжают люди из всех слоев общества, событий. И они обеспокоены этим. Они возмущены этим, они сыты этим по горло. С них достаточно, потому что они видят, что происходит. Если смотреть на это объективно, невозможно отрицать, что судебная система в нашей стране стала оружием против президента Трампа. Система использует все имеющиеся в ее распоряжении сейчас инструменты, чтобы наказать одного президента и обеспечить прикрытие другого. А тем временем среди этих злодеяний собственная дочь судьи зарабатывает миллионы долларов, занимаясь онлайн сбором средств для демократов. Они используют этот процесс как приманку. Это так коррумпировано. Это настолько коррумпировано, и все это знают. Если Элвин Брэк думает, что американский народ поверит этим абсурдным обвинениям, взгляните на заявку на мероприятиях Трампа. И сравните это с событиями, которые происходят у Байдена. В Нью-Джерси у Трампа было более 100 тысяч человек. По некоторым оценкам гораздо больше. Потому что очередь людей, пришедших на мероприятия, тоже была тысячной. Это показывает вам, где они находятся. Они знают, что этот суд обман. Они знают, что президент Трамп подвергся жесткому обращению со стороны судебной системы. И дело не только в этом, конечно. Это партизанская охота на ведьм, которая длится годы. И это продолжается уже довольно давно. То же самое мы наблюдаем в деле о секретных документах. Это настолько вопиюще, что судебный процесс был отложен на неопределенный срок. Я работаю с председателем юридической комитета палаты представителей Джимом Джорданом, представителем Джеймсом Каммером, нашего комитета по надзору над мерами по пресечению злоупотреблений специального прокурора Джека Смита. Последнее открытие заключается в том, что они манипулировали документами. Похоже, они могли подделать доказательства по делу. И это никого из нас почему-то не удивляет. В Конгрессе мы несем ответственность за надзоры. Наша цель, наша ответственность привлечь их к ответственности. Это политически мотивированные судебные процессы. Они являются позором. Это вмешательство в выборы. И оно показывает, в каком отчаянии находится оппозиция президента Трампа. И насколько она на самом деле в отчаянии. Американский народ не собирается оставлять это в покое. День выборов не может наступить достаточно скоро. Мы продолжим освещать все это в Конгрессе. Потому что на нас лежит эта конституционная ответственность. Опять же, сегодня я снова пришел сюда один, чтобы поддержать президента Трампа. Потому что я один из сотен миллионов людей. И я один из миллионов гражданин, который глубоко обеспокоен тем, что происходит сейчас здесь. Он на самом деле. Продолжение следует... Продолжение следует... КОМент